Это Лейла Каньяре, основательница Сомалийской интеграционной ассоциации Восточной Швейцарии. Основная цель ассоциации состоит в том, чтобы облегчить жизнь сомалийцам в Швейцарии, тесно при этом сотрудничая с властями страны. Здесь, в этом Доме солидарности, Лейла проводит интеграционные курсы, рассказывая вновь прибывшим о том, как им жить в новой для них стране. Этот приём был организован с тем, чтобы поблагодарить её за проделанную работу. Если бы только у нас в стране было больше людей, таких как Лейла, вносящих столь заметный вклад в дело интеграции, это избавило бы нас от очень большого количества проблем. Сейчас у них праздник, но нельзя забывать, что Лейле и её соотечественницам пришлось пережить преследование, потерю близких, что они бежали из собственной страны, чтобы спасти свою жизнь. У каждой из них своя история. Однажды днём возле моего дома взорвалась бомба. Нам пришлось бежать, после чего мы оказались в Кении на положении беженцев. Нам так хотелось вернуться домой, но это было невозможно из-за продолжающейся в Сомали войны. Уба Хусейн – этническая Сомалика, родом из эфиопского региона Огаден, населённого сомалийцами. Я родилась и выросла в Огадене. Эфиопия ввела войска в этот регион. Мирное население постоянно живёт под угрозой военного террора, поэтому мне пришлось стать беженкой. Сагди Амухеаддин попала в Сомали в Швейцарии ещё ребёнком. Мы не понимали ни языка, ни культуры этой страны. Мы даже не могли толком сходить в магазин, потому что все товары были в упаковках с непонятными надписями. Погода тоже играет свою роль. Тот, кто приехал из Африки, из Сомали, раньше никогда не видел зимы. Нас с самого начала окружала масса проблем. Однажды я только что приехала, я случайно встретила одного сомалийца. Я даже закричала от радости, когда увидела его. Он поддержал меня и успокоил, сказав, что живётся здесь хорошо и что я обязательно встречу других соотечественников. Сагди Амухеаддин 10 лет проработала горничной в одном из отелей Цюриха. Мы спросили, нравится ли ей эта работа. Я просто должна её делать. Нравится? Да, пожалуй. Я хотела получить образование, но в молодости у меня не было нормального вида нажительства. Только разрешение для беженцев на один год. Так я и не смогла получить настоящую профессию, потому что для этого требовалось двух- или трёхлетнее разрешение на пребывание в Швейцарии. Работодатели видят временный вид нажительства и думают, что его обладатель всё равно скоро уедет. Реально же многие сомалийцы живут здесь уже по 10-15 лет. Так миграционный статус становится препятствием, потому что труд – это тоже часть процесса интеграции. Если ты не можешь найти постоянную работу, то жить тут очень непросто. Уба Хусейна родила, а уже будучи в Швейцарии, четвёрёх детей. Многие её родственники, однако, ещё остаются в Агадене. Я очень счастлива, что могу жить. Здесь у меня много швейцарских и сомалийских друзей, мои дети ходят в школу, но родина может быть только одна. Её ничто не заменит. В Сомали, если ты видишь соседа, так сразу кричишь «Привет, мы здесь!». А тут следует просто тихо поздороваться. В Сомали у нас бы только на беседу ушло полчаса, потому что там больше нечего делать, не надо спешить на трамвай или автобус, не надо спешить на работу, поэтому можно просто поговорить с человеком. А здесь просто поздороваешься и идёшь дальше. Другими словами, у нас хоть и тёмная кожа, но изнутри мы уже стали совсем как швейцарцы. Спасибо за просмотр!